хочу сейчас притащить газовую плиту поставить посмотреть как она тут будет стоять но под нее нужно что-то это скатертью делается потому что у меня очень часто ребята сбегает из кастрюли моего варива допустим варю суп еще что-то я побежала куда-то что-то на огород сорвать вытянуть морковку из земли у меня тут все уже выкипело и она выкипает вниз и в плите получается в газовой там дырочки сквозные и она протекает вот сюда у меня раньше газовая плита вот тут стояла и у меня была подложена доска вон она где-то лежит и эта доска была обернута обычная вот такой клеенка и я ее раз в месяц где-то полтора я ее меняла эту клеенку поняли то есть легче под плитой кусочек клеенки заменить чем менять вот эту вот всю полностью поэтому нужно что-то подложить я вот думаю что если обрезать кусочек подложки по размеру газовой плиты и подстелить жар туда вниз не идет пламя идет вверх если бы туда шел жар у меня бы до этого все клеенки которые я оборачиваю эту доску они бы хоть как-то скукоживались что-то был признак какой-то тепловой да на них воздействие теплового но нету и поэтому думаю кусок подложки этот сам и значит она притащу газовую плиту посмотрю как она тут станет что-то надо делать ребята тут у плиты очень грязный шланг он очень грязный я его тру тру он не отмывается вроде отмыло высыхает и он становится опять к серым каким-то он рифленый он такой он 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 Продолжение следует... 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 вот так пойдет сюда до кастрюли тянутся не лучше вот так сюда можно его накрыть этим а тут как его просунуть под низ можно что-то придумать зафиксировать ну что где лучше теперь тут что как бы свободен не наверное все таки на печке да вот там справа и тогда у меня четко широкий угол поставила тогда у меня четко этого шланга хватит до угла чтобы подсоединить этот самый баллон вот тут будет баллон стоять и даже можно вот здесь вот если как-то зафиксировать можно его даже вот здесь вот спрятать и пустить по полу может даже по длину он не болтался мой тут хватает да так лучше а духовка духовка или не так часто пользуюсь поэтому я ее хочу зафигачить сюда вот в этот угол не так часто я ее включаю да ну вот как-то так короче надо обрезать подложку 6 кусок который я нашла он не того размера еще с другой обрежу вот такой надо ширины вот этому это кривой это валялся обрезами сейчас я ровный отрежу другой и подложу под низ да не хватает тут каких-то полочек каких-то давно тут на стене ну что я хочу купить ребята есть склейкой основой а есть пластиковая там под плиточку есть под кирпичик такие короче панели пластиковые я хочу вот так вот сделать ну вообще лучше во всю длину конечно но блин там одна такая панелька она небольшая стоит ой сколько в магазине вам показывала 100 сколько 170 160 не помню представьте сколько штучек надо то есть ты еще отдать на эти панельки как-то не знаю можно сюда бог не клеить от чисто вот здесь хотя бы вокруг стола сделать такие панельки клеится а какой цвет подобрать сюда конечно шуток коричневым мне там понравилось под кирпич под кирпичную укладку мне понравилось но она в сером цвете такой светло-серый с темно-серым красивая но она сюда не пойдет надо что-то коричневый смысл светло-коричневый бежевый что-то такое погладочек обрежу эту штуку сейчас попробую часть или чуть-чуть будет видно на ней не портит веку она как раз и не не этот самый не прыгает не танцует двигается нормально и раз в месяц можно будет менять если вдруг кастрюля протекла или еще что потому что сейчас вам покажу как там внутри смотрите допустим страшненько она уже ребят ну что поделаешь ее отмывала как могла вот но ее еще раз нужно помыть она уже припылилась и натирать надо хорошо иначе разводы короче если допустим кастрюля протекла она все туда течет и у меня у делается буквально до первого утекания кастрюли вот эта скатерть блин я не не всегда имею возможность тут же убрать плиту с места и там вытереть забыла еще что но засохну короче ну вот так вот у меня поэтому я же говорю до этого лежала обычная вот такая клеенка и она не теряла свою форму то есть туда жар как бы не идет посмотрим вот и теперь она как бы там будет таким образом тут бардаки ребята надо все убирать пойдет пойдет отлично вот так вот становится сюда духовка слушайте и и мыть надо капец потому что тут вот прям не отмывается знаете как зажиренная надо брать какое-то средство и ее отмывать тут поржавела следы ржавчины ну в общем как то так получается ну она такая объемная шеи и и в принципе вот наверное там ее и место потому что но здесь она на фига будет стоять это это по-любому она тут не нужно вот понимаю что микроволновка будет на холодильнике сюда и микроволновку не поставлю потому что плита это газовая плита близко вот для духовки мне кажется самое идеальное место потому что я не часто к ней сюда подхожу то есть я ну бывает ей пользуюсь но не знаю раз в две недели а может что-то чаще буду готовить то такое ну вообще редкая больше на плите конечно ну классно что тут свет дополнительный потому что смотрите если эту лампу выключить одну посмотрите как было бы да ну вообще то есть это освещается а здесь вот так вот у меня было всегда здесь всегда был темный угол вот таким образом а благодаря вот этим двум лампам теперь у меня здесь классно а было вот так вот темно а теперь отлично и хорошо ну кабель то мы потом спрячем когда уже к баллону подсоединим я хочу его наверное вот здесь вот под этот самый все-таки он раньше лежал вот тут не хочу я по верху лучше по длину ли у моего спрятать вот ну в принципе этот угол готов вот так она скорее всего и будет и нормально ну вот мне писали ребята и до сих пор мне пишут комментарии видео с опознанием выходит до сих пор пишут комментарии надо было в эту печку разрушить надо было развалять но ребят смотрите мы потратили бы кучу труда ее развалили там внутри все стены неизвестно в каком состоянии потому что ей пользовались когда-то там все в саже вот здесь даже у меня вот где я за клееночкой положила тут сажа я ее билю она проступает я юбилю она проступать это сажа то есть представьте там это черная стена чтоб там было и дальше что из-за того чтобы сюда поставить стол для того чтобы поставить на него плиту и духовку как бы смысла нет вот по сути стол и есть это тот же та же поверхность куда встали вот эти приборы все вот так на ящички добавились вообще прикольно так все ребята есть у меня вот такая вот полочка которая взяла приходит сразу как заходишь она висит мы ее на то же место потому что она там отлично становится единственное что я ее она вообще была голубого цвета я ее красила но уже видите там пятно там пятно которое не оттирается у меня такая идея я буду когда в магазине где-нибудь встретиться мне просто постелить клеенку так по размеру одну вырезать вторую ее даже чуть-чуть можно чтобы она свисала вот так вот загнул загнул и вот эти вот поверхности чтобы их можно было лучше протирать там и не так она страшно смотрелось мы даже не убирали те гвозди на которых она висела мы их оставили и назад и и при собачьем я на стульчик поставлю начала в гараже и и тереть понимаешь там темно ничего не бачу нам сильнее тряпку намочить рассохлась это размылась вернее а я застелю ее и будет нормально послужит еще сейчас мне опять будут писать выкинь выкинь это хламье на дрова на дрова не ах это мое хламье это нам наследство стало досталось от предыдущих хозяев такая прекрасная вещь сераритет это не то что вам новая мебель которая служит мало это качество с обрезанной головой тряпки 10 тряпки а я с кухни лет не убирала все по пакетам по пакетам теперь нифига найти не могу захочется все разложить по местам все было под рукой а и верхушку тоже застелить на наверх я обычно банки ставлю я баночки стоят под потолком его мухи обкакали просто этот шкафчик что-то солнышко вообще спряталась тучки пришли там дальше по моему чуть-чуть послезавтра идут чуть похолодание ну как не похолодание чуть ниже будет температура так хорошо еще раз тряпку мою еще раз протираю и все можно ее в принципе привезти на гвоздики абрикоски цветут все пахнет красота у нас на даче а у всех сейчас красиво остальное не оттирается ребята так что надо застелить вот мне что-то хочется светло-бежевая вот как типа клеенка на печке вот светло-бежевая сюда такие кусочки даже можно чуть-чуть жопано так вот вот этот самый и на низ и сюда 4 штучки то есть метр купить и тут хватит раз два три четыре я думаю что метра хватит ну полтора взять а внизу тут ничего не висит ой ой на внизу страшненько внизу надо знаете что там вообще не попрашено там такое дерево какое-то рассохшиеся надо там просто веником свести но низ получается прям становится на тот бордюр который идет то низ прям на него сверху идет сейчас пришпандорит еще что готово так новенькая купили сегодня магазине такую шпаклевку вообще заезжали купить шпаклевку я вам рассказывал боже ботинки грязные я вам рассказывал что хочу тут окно вот как тут видите шпаклевочка это муж когда-то заделывал и она шпаклевка лишняя оставалась чисто чтобы ведерко уже выкинуть оттуда мазнули вот и вы знаете так это мазнули еще да я не знаю два года назад это точно вот и она не потрескалась не полопалась и в магазин же зашли взять шпаклевку по дереву ну и короче шо я вам могу сказать шпаклевка по дереву она вся идет желтого либо кори такого светло-коричневого цвета так и не поняла прикола и стоит не дешево вот такая маленькая баночка там 110 примерно гривен маленькая баночка вот а мы всегда берем такую думаю стоп а это же заделано тоже вот такой же шпаклевка как вот это ребята гораздо дешевле шпаклевка универсальная ведро в два раза больше и стоит 69 по моему если не ошибаюсь гривен раньше еще дешевле стоило шпаклевка универсальная и здесь я прочитала написано короче и дерево и цемент и дерево и все на свете то есть универсальная она пастообразная классно наносится легче ею работать здесь с помощью такой резиновый знаете шпатель есть вот и когда время будет шпаклевка главное шоу уже есть когда будет настроение и свободное время можно заделать полностью по кругу и когда мы будем здесь стены красить водоэмульсионка и заодно и красанем их она водоэмульсионка не желтеет ничего мне на прям нравится и окошко станет по покрасивее полочка высыхает все ребята будем ехать домой газ мы подключили баллон поставили так как пол кривой опять заметать надо свет включу поп так как полы кривые пришлось вот так вот установить баллон видео он страшный поэтому хочется его чего он раньше у меня тут стоял не хочу чтоб тут пусть здесь стоит и на холодильник то не знаю посмотрим как раньше холодильника тут стоял он выпирает же сильно вот ну потом по длину ли мы спрячем эту штуку что-то попаду стали уже а мышь вот поставили еще вот это надставка для не знают от какого-то компьютерном компьютерного стола кто-то нам отдал просто так не от этого стала просто такая надставка вот с такими вот штучками но я вам показывала мы сюда при прибили сюда один сюда шурупы загнали ножку такую импровизированную ой смотрите я зацепилась все застряла все я спасла вот вдалеке ножка здесь просто там подставили короче конструктор лего у нас получился вот такой вот а и еще доска оставалась эта которая там должна быть прибита вдалеке на не нужно я ее сюда поставила вот сюда она влезла она криво было я тут подставила вон штучку но она чуть-чуть не до конца желательно чтобы она подлиннее было ну да ладно все равно можно здесь там пыль протирать и так далее вот а в повесе лишь полочку вот вот таким вот образом и все одна сторона в принципе готова рабочая такая зона получилось и завтра уже потому что время почти семь часов вечера надо ехать домой завтра этой стороной займемся и все проверили закипела кастрюлька воды потому что я переживала чтобы вот это вот все дело не грелась мы что не писали юля смотри огне опасно ну если не открытый огонь то есть без кастрюли чтоб огонь просто горел без кастрюли то этого не надо нельзя то есть включает только тогда когда стоит либо кастрюля либо сковорода то есть пока ты готовишь то есть чтобы вот так вот включить и чтоб пламя было то этого ну не нельзя не надо делать вот а то что испарение посмотрим как она будет посмотрим расстояние вот такое вот но в принципе у меня дома над кастрюлей вот такая лампа над шкафчиками. Она гораздо ниже. Вот так вот у меня висит. Вот здесь вот. И испарения ей не мешают. Главное, чтобы открытого огня не было, потому что всё-таки подложка это пожароопасная такая штука. Там посмотрим. Всё, кастрюлька закипела, мы выключили. Когда закипела, мы убрали плиту, я потрогала вот эту подложку. Она еле-еле тёпленькая такая. Будем следить, не знаю. Может, потом что-то придумаем, какое-то жаропрочное что-то. Может, что-то такое продаётся. Вот, всё. Так, я сейчас хожу на огород, ребята, посмотрю, что там мой парничок снесло, ветром не снесло. А, ну, ещё эту сторону могу отойти, показать, что я показывала. Уже голова не соображает. Вот так вот. Не, ну, полочка тут не мешает. Она нормально тут стоит. Она проходу не мешает, видите. Облагородить её, и всё. Нормально. Она нужна мне тут. Чашки-то в неё вставлю такое. Ой, чуть не упала. Всё. Свет вырубаем. И готовчинка. Пошлите посмотрим, что там с парником. Я так задалека смотрю, что его там телепает. Туда-сюда телепает. Солнышко садится уже. Ой, она ещё сильнее распустилась. Абрикоса. Смотрите. Ой, пахнет. Ветерок в мою сторону упадул. Пахнет. И это распускается. Абрикоска. Цветёт. Даже ветер поутих. Красота какая у меня тут стоит. Как солдатики стоят. О, да тут уже. Да тут уже. Смотрите. Каждый день всё меняется. Каждый день просто. Оно липкое такое. Липкое. Да, ветер поутих немножко. Да стоит. Но его калашматил. Сегодня в обед очень сильный ветер был. И я прям смотрю сдалека. Он так. Телепается конкретно. А, сейчас направление ветра. Нет, ничего тут не соскочило. Всё держится, ребят. А, ослабилась верёвка. Смотрите. Надо будет перевязать. Ну, вот так вот натягиваю. И вроде нормально. Но надо будет переделать. Они поворачиваются. И ослабляются. Видите. Но, в принципе, никуда он не улетел. Вот тут вот как-то оно. Вот тут бы подтянуть. Я сейчас исправлю немножко. Всё. Вот так вот. Лучшее натяжение сделала. Я думаю, никуда оно не денется. Выстоит прямо. Козочки. Слышите? Козочки. Бекают, мекают. Ну, ладно. Пусть стоит. Редиска, видите? Зашла, как хорошо. Этот сорт хорошо. А какой я тут сорт сеяла, не знаю. Потому что здесь что-то вообще. Где-нигде. Нету. Всё, ребята. Провозились, конечно. Ё-моё. Ну, ничего. Завтра ещё один рывок. Правую сторону делаем. И всё. И я быстренько перебегаю. Сегодня... Я вчера аж посадки делала. Сегодня тоже я приготовила семена. Но не получилось мне на огород пойти. Завтра доделаем эту сторону. И я быстренько в огород сею всё подряд. И свеклу, и морковь. Ну, короче. Планы у меня большие. А там сколько успею, столько успею, сделаю. Блин. Палка соскочила, ребят. Смотрите. Видите? Сейчас я телефон положу, вернусь, подставлю её. Соскочила. Мы дома. Мы дома. Ребята, я по-быстренькому успела сварить суп. Суп у нас сегодня с чечевицей. С курицей и чечевицей. Что-то типа горохового. Но вместо горохового здесь чечевица. Но она разварилась в кашицу такую вот. Вот. Я первый раз пробую эту крупу. Ну, супчик вкусный. Я так попробовала. Вполне себе нормальный. Так, сухарики домашние. Я такие купила сухарики с супом кушать. И забыла, что у нас дома есть готовые такие. Ну, ладно. Вот. Зелень. Яйца в смятку. Вот. Томатный соус. Хлебушек. Всё, ребятки. На этом всё. Увидимся скоро. Пока-пока.